Господь, мы благодарим Тебя Мы благодарим за здоровье, которое Боже Ты даруешь нам Мы благодарим за вечность Которую мы имеем в Тебе Мы благодарим за победу Которую мы имеем в Тебе, Господь Мы благодарим, что наши имена Записаны в книге жизни Мы благодарим, что во Христе Иисусе Мы не только победители Но мы больше не жили победители Мы благодарим Тебя, Господь что мы имеем власть от Господа, мы имеем полномочия, как дети Божьи, Господь наступает на всякую вражью силу, и ничто не повредит нам. Господь, это Твое Слово, которое говорит об этом, что мы возложим руки на больные, они будут здоровы. Это Твое Слово, Господь. И если что, смертоносное, выпьем, Господь Божий, или прикоснемся к этому, Господь Божий, не повредит нам, Господь. Мы благодарим Тебя, что Твое Слово исполняется. Боже, Ты не отрекаешься от Твоего Слова. Ты говоришь, Слово Мое, которое я посылаю, оно не возвращается ко мне четким, но всегда исполняй то, ради чего я посылаю его. Господь, мы благодарим Тебя, что сегодня Ты нам дарил Твое Слово. Ты послал Своё Слово, Боже, на сегодня для нас. Ты послал, Господи Божий, Своё Слово для нашей церкви сегодня. Ты, Господь, послал Своё Слово. Ты, Боже, послал Своё Слово. Ты, Боже, послал Своё Слово. И я уверен, убежден, Господь, что это Слово благословит кого-то на этом месте. Я убежден, что кто-то будет благословлен, что это Слово. Я убежден, что кто-то будет благословлен через слышание и принятие этого слова Спасибо тебе, Господь Мы возвеличиваем тебя Мы возвеличиваем твое прекрасное имя Мы возвеличиваем твое благое имя Мы возвеличиваем тебя, Святый Бог Спасибо тебе, что мы можем взирать на тебя Спасибо, что мы можем уповать на тебя Спасибо, что мы можем полагаться на Тебя Спасибо, что мы можем надеяться на Тебя Но, Господь, спасибо Что Ты наша опора Ты наш якорь Ты наша вера Мы доверяемся Тебе, Господь Мы благодарим Тебя О, Боже, веди нас Господь, благослови нас Господь, благослови каждого из нас Благослови, Боже, те, которые на пути Те, которые, Боже, не смогут Небудь здесь с нами Мы благословяем, Боже, каждую поместную церковь в нашем городе. Мы благословяем, Господи, Боже, все русскоговорящие Господь в церкви во имя Иисуса Христа. Мы благословяем, Господи, каждую поместную церковь. И мы просим, Боже, пусть рука Твоя, сильная рука Твоя, всемогущая рука Твоя, Боже, она укрепляет нас. Она созидает каждую церковь. И мы также, Боже, провозглашаем спасение людей. Мы молимся, Господь, о спасении людей. Да, Господь, мы провозглашаем Твое спасение. Мы молимся, Господи Божий, о спасении людей. Мужчины и женщины, детей и взрослых, мы провозглашаем спасение Божие. Мы говорим во имя Иисуса Христа. Пусть каждая душа, каждая душа, Господь Божий, пусть услышит Твое Слово и пусть спасается. Ибо Твое спасение для всех людей. Твое спасение, которое Иисус совершил на кресте, это для всех людей. И мы провозглашаем это спасение в жизни людей. Мы утверждаем Твое господство. О, Иисус, мы утверждаем Твое господство. И мы также, Боже, молимся за возвращение за те, которые отступили от Тебя, Господь. За те, которые, Боже, пойманы дьяволом. Мы молимся, Боже, об их возвращении к Тебе, Господи Божий, прежде всего. Чтобы они вернулись к Богу прежде всего. Не к поместной церкви, Боже, не к какой-то динаминации, но прежде всего, Боже, чтобы они сердцами вернулись к Тебе. И чтобы, Боже, найти себе церковь, где они смогут, может быть, полезными, где они, Боже, смогут служить и расти во имя Иисуса Христа. Отец, мы благословляем каждого из них. И мы благодарим Тебя, что рука Твоя не оттяжелила, Господь, чтобы помогать нам. Рука Твоя, она сильна, чтобы помочь, чтобы поддержать в любых ситуациях и обстоятельствах. Благодарим Тебя, Господь, и славим. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Амин. Хорошо. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Сейчас, наверное, вы не поняли. Послушайте. Знаете, вне зависимости от твоего, моего настроения, Иисус Христос на троне. Аминь. И Он тот же. Аминь. Послушайте. Знаете, есть что-то потрясающее, когда ты поднимаешь свою веру. Когда ты укрепляешь свою веру. Есть что-то чудесное. Ребята, братья, сестры, мои, послушайте. Иисус на троне. Никогда не позволите дьявол обмануть вас. Никогда. Он лжец. Иногда мы думаем. А, это просто мое настроение. Я все плохо чувствую. Нет. Он уже присел на тебе на ухо. Дьявол, он лжец. С того дня, как Бог об этом сказал, что он лжец. До сих пор он лжец. Только подумайте, сколько у него лжи. Чтобы найти, как обмануть. Только подумайте. То есть, ему не нужно учиться лгать. О-о-о. У него это в естестве. Поэтому он знает, как подходить. Как обманывать. Но послушайте, Бог верен. Бог верен. Будьте верны Богу. Будем верны Богу. И он исполнит то, что он обещал. Аминь. Дайте Богу большую славу. Близок ты ко всем, кто имя твое чтит. Вечно щедрый, вечно любящий. Все тот же ты. И за то, что жизнь мою насытил ты. Воздам тебе всю славу. Воздам тебе всю славу. Ты достоин, о Бог, высшей славы. Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для тебя. Всем, что есть внутри меня, поклоняюсь я. Близок ты ко всем, кто имя твое чтит. Вечно щедрый, вечно любящий. Все тот же ты. И за то, что жизнь мою насытил ты. Воздам тебе всю славу. Воздам тебе всю славу. Ты достоин, о Бог, высшей славы. Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для тебя, и всем, что есть внутри меня, поклоняюсь я. Чту тебя, славлю я тебя, мой Бог, поклоняюсь я. Чту тебя, славлю я тебя, мой Бог, поклоняюсь я. Чту тебя, славлю я тебя, мой Бог, поклоняюсь я. Чту тебя, славлю я тебя, мой Бог, ты достоин, о Бог. Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для тебя, и всем, что есть внутри меня. Я живу для тебя, и всем, что есть внутри меня. Я живу для тебя, и всем, что есть внутри меня. Я живу для тебя, и всем, что есть внутри меня. Я живу для тебя, и всем, что есть внутри меня. Я живу для тебя, и всем, что есть внутри меня. это слово, которое я делаю с вами это название взято из книги пророка Аввакума это вторая глава и я читаю с первого стиха на стражу мою встал я и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей и отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях чтобы читающий легко мог прочитать ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет и хотя бы и замедлило жди его ибо непременно сбудется не отменится аминь я прочитал вам вторую главу книги пророка Аввакума и как я уже говорил эта проповедь пришла ко мне потому что, знаете, мы с вами слышим много то пророчества, то слова возможно, когда ты молишься дома ты какое-то слово получаешь и так далее и так далее и иногда у нас возникают знаете много вопросов вот как быть как относиться к этим пророчествам как быть с этим словом мы с вами будучи верующими мы понимаем что Бог говорит в наши дни и когда Бог говорит нам важно знать как себя вести и для того чтобы то, что было сказано или для того, чтобы то слово которое я получил возможно в молитве возможно, когда я сам читал как себя вести чтобы это слово исполнилось потому что тому, которому дали слово даже если это сам Бог дал это слово но если я буду вести себя так скажем как угодно то это слово может и так же не случится не забыть так и так пророчествам или же обещание это слово которое которое обязывает того кто обещал это это то что если кто сказал слово он уже связал словом так скажем у своих он он говорит я готов я смотрю что же такое обещание какое определение дает этому слову очень просто там переведено Это написано, что обещание это добровольное обязательство выполнено или сделать что-либо. То есть это добровольное обязательство, которое я беру, что я это сделаю или это выполнено или я то и то сделаю. Поэтому, когда мы говорим, разговариваем или же когда мы даем какие-то обещания, независимо в какой контексте или в каком случае, то мы не можем просто так легкомысленно относиться к тем же словам. Потому что, когда мы не выполняем то, что мы обещали, это, так скажем, мягко говоря, нехорошо. Поэтому обещание вызывает у человека, которому обещали определенные ожидания. Поэтому, как реакция на обещание, это что? Это положение на это обещание, это держаться, это делать все, которое идет для того, чтобы я получил то, что обещали. То есть, когда мы получили обещание, то реакция, это делать все, что обещали. Но так же, я могу, потому что обещание, не принимать серьезно. Поставить под сомнение, это уже не задача того, кто обещали, это уже не задача. Моя задача уже теперь, моя часть. Поэтому, с одной стороны, человек, который обещает, он себя привязывает словами, но, с другой стороны, человек, которому обещают, он так же должен иметь определенные позиции. То есть, он или ожидает, или верит, или всерьез принимает это, или же сомневается, или всерьез не принимает. То есть, тут есть две стороны. Потому что обещание и пророчества от Бога, я просто беру их вместе. Потому что, сегодня, я буду обещание и пророчества от Бога, я просто беру их вместе. Сегодня, я буду упростить. Потому что, когда мы имеем дело с Богом, Бог дал нам много обещаний в Своем слове. И они уже есть. И они уже есть. Но так же, в наши дни, Бог продолжает говорить, он так же может говорить через пророчества. Но, Бог продолжает говорить через пророчества. И пророчества, они имеют такую способность, они иногда выявляют какую-то ситуацию, которая в будущем, или же то, что будет даже в будущем. Поэтому, пророчества, они относятся и к прошлому, и к настоящему, и так же к будущему. Поэтому, ты можешь иметь свое пророчество в своей жизни, потому что было в прошлом. Но так же, ты можешь иметь свое пророчество в то, что сейчас, и так же, то, что касается твоей будущей жизни. То, ты можешь иметь свою пророчество в том, что происходит в будущем. И также, когда мы говорим слово пророчество. И, когда мы говорим слово пророчество, Donc, lorsqu'on parle de la prophетie, on comprend que c'est quelque chose de surnaturel, une façon dont Dieu a parlé à une personne. Но, мы так же видим в наши дни, даже в науке, есть, которые называют futurисты, то, что люди футуру, они так же, уник, как мы, я тоже пророчество, но они искали из науки, искали из исследования, так даже, они могут предсказать, не потому, что Бог им открыл, но просто потому, что они провели исследование, или аналоги, и так далее. Они могут предсказать, они могут сказать, что, например, так как году, они сказали, что, то, 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 буй, а потом, то, что мы говорим, вероятно, что такое будет. – Il y a des gens qu'on nomme aussi futurисты, eux, и не у них нет пророчества, но, в основном, наше обстоятельства, и наше обстоятельства, и наше обстоятельства, что-то уже произошло, в основном, наше обстоятельства, они пытаются предсказать, что-то случилось в следующем году, в основном, наше обстоятельства, что-то уже произошло. – Но, в правительстве Бога не всегда берут корни, какие-то вещи. Бог просто может говорить что-то. – Аминь. – Аминь. – Итак, ты и я, мы имеем, возможно, от Бога пророчество, кто-то нам пророчествовал, или же кто-то нам сказал, или же, когда мы молились, мы получили слово от Бога, или же, на собрании, ты что получил для себя, ты взял это, это мое слово, это мое. – Так или иначе, д Nineveh. – Так ли, мы получаем какое-то слово. – Мы получаем адвешание. – Мы получаем адвешание. – Мы получаем адвешание. – Мы получаем адвешание. – Адвешание к которой мы имеем про li treкット TH rectangularи. Иногда обещание просто приходит от людей, от братьев и сестер, от знакомых, от... То есть, не обещание от Бога. Девочки, это нормально, как получать обещание не только от Бога, но потому что мы находимся в обществе, где мы общаемся, мы общаемся с другими людьми, поэтому есть разные обещания. То есть, это нормально, что мы не всегда получаем обещания от Бога, потому что мы живем в общественной семье, в общественной семье. То есть, мы должны получать обещания от людей, где мы общаемся с другими людьми. И в наших обещаниях друг другу, мы начинаем от милочей, мы милочей в кавычках, и закончим, знаете, такими, прямо, так скажем, пактами, не пактами, как сказать... Соглашением, уверенностью до конца, жизнь и так далее. Наши милочей, мы можем обещать, чтобы купить цветы, купить конфет и закончим, что жизнь с собой и загружать. Разные обещания. Но мы должны понимать одно. Но мы должны понять, что не существует никаких иллежей, незначительных обязанностей. Каждое обязанностей, каждое слово, Который из наших уст, Который из наших уст, Это имеет силу. Это имеет силу. Но это не только у нас, но мы, мы, мы не ответили за это. Амин. Согласно тому, что учат Библию, Человек в силе исполняет свои обещания. Библия говорит в книге, Что свет для человека поспешно давать обет. И после раздумевать о выполнении. Притча 20, 25. Что свет для человека поспешно давать обет. И потом начинать думать, как бы я его... Как я его выполнен. То есть. То есть. То есть. Если я не убежал, потом я начинаю думать, ой, как путь. Это сет, это лавушка. Это лавушка. И я должен быть внимательным. Вы должны быть очень внимательным. В Bible так говорится, Ecclesiastes 5, 4 и 5, написано на такие слова. Повторяю, Ecclesiastes 5, 4, стих. Продолжение понимает правильно, потому что слова, это света. Слова, они важны. И мы несем ответственность за те слова, которые мы с вами произносим. В Иcclesiastes 5, 4, он говорит, что лучше не предупреждать, что делать не предупреждать. Эвите слова, которые не делают у тебя ошибки. Не забудьте сказать, что я ошибаюсь. Симон, Бог будет встать на колуе, потому что ты говоришь, и он уничтожит что ты предупреждал. Так, это очень важно, чтобы думать, чтобы предупреждать что-то. Итак, мы говорим, что ты говоришь в греке, что ты говоришь. То есть, там могут встить, плод, и мать в виду, на фс. Твою личность в греке. Так, не забудьте сказать, что твои слова founder. Потому что когда ты обещал, и мы говорим, что ты был их обещал. Потому что, когда кто te предупреждает что-то, и он не допреждал. Мы говорим о личности. То есть я говорю, что этот человек, то есть все твои плоды, то есть ты уже полностью... Просто что он сказал, но это ты, то есть ты ответственник за это. Потому что человек, он хозяин своего слова. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это не то, что плохо, но, с другой стороны, люди, настолько они хозяева свои слова, они могут сказать, я дам слово завтра, я забрал обратно, то есть, не относиться серьезно к тому, что они говорят. Это хорошо, но иногда люди говорят, что я имею в виду мою слово, и они дадут мне слово, и они решают, поэтому люди дадут слишком свободы в этой слове. Поэтому некоторые с такой же лёгкость забывают о данном им же обещании. Donc, есть люди, которые, с facilитой, oublят toutes les promesses, которые они дадут. Когда человек не привык держать своего слова, То есть, когда человек не привыкнет свои слова, То есть, он будет пренебрежать с тем же обещаниями которые он будет дадут. То есть, он не будет серьезно в том, что он должен дать все промышленности. Я говорю об обещаниях, которые человек может дать. Я говорю о промышленности, которые люди могут дать. Есть много причин почему люди могут не выполнить свои обязанности. Есть, как мы говорим в Мируш, есть люди, которые кормят обязанности вместо завтрака. Есть те, которые не умеют говорить «нет». Это сложно им говорить «нет». Поэтому они говорят «да», себя самих связывают или же привязывают. Такие люди говорят «да», 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 «да». Они всем говорят «да», «да», «да». Возможно, это из-за их хорошего воспитания, что надо помогать. То есть плохого там ничего на самом деле. Но человек воспитан так, что надо помогать, поддерживать. Поэтому, когда нужна помощь, конечно, человек говорит «да», 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 «да». Но человек не замечает что, в то же самое время, когда он хочет всем помогать, он себя ярлык на себя вести. Человек как Абишалкин. Так, по простому. Так, есть люди, которые, может быть, даже несмотря на их обучение, они обеспечены, они обеспечены, они обеспечены, они обеспечены, они обеспечены, то, что мы не успеем выполнять. Это важный момент. То есть, первое, это сказать, что люди, которые просто кормят Абишан, но второе, люди, которые не могут говорить «нет». И третье, есть люди, которые хотят угадить всем. И мы тоже попадаем в этой ситуации, в этой категории. Это сложно, потому что, особенно, в такой микро-обществе, как церковь, или на работе, где, ну, какого-то микро, какого-то группа людей просто. И ты хочешь всем быть хорошим. И ты хочешь быть хорошим. И желаю быть хорошим, или мы даже теперь не замечаем, что мы нарушаем Абишану, просто желаю угадить всем и быть хорошим всем. Мы должны понимать одно, что мы никогда не будем лучше Иисуса Христа. Мы никогда не будем лучше Иисус Христа. Никогда. Но Иисус Христос, и то, при том, что Он был Богом, Он не смог быть всем хорошим. Но мы не можем быть всем хорошим. Мы не можем быть всем хорошим. Мы не хотим, но потому что иногда, люди садят такое положение, что ты должен что-то, отреагировать каким-то образом, что сказать. Но у тебя выбор есть, или, так скажем, получить одобрение от всех, или же, говорить о том, как правило. Но это всегда понимает. Ты говоришь, как мы говорим у нас, как вы. То есть, дай мне пальчик, он потом закручивает всю руку, потом все, и потом все, и потом все. То есть, никогда не будет хватит. То есть, что мы говорим, авantage de votre situation. Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. Je sais que la prédication parle de ce que Dieu nous a promis, et ça, ça va s'accomplir. On parle des promesses. Puis maintenant, je vous parle des promesses que les gens, des fois, nous donnent. C'est des promesses que les gens ne sont pas en mesure d'accomplir. La Bible nous dit que Dieu nous donne la possibilité d'accomplir nos promesses. Amen. Quand je parle de promesses, je parle en général, je ne dis pas juste à l'Église, mais en général, les promesses qu'on fait. Donc, lorsqu'une personne n'accomplissait pas le serment qu'il a fait, donc, automatiquement, il était sous la malédiction. Donc, la Bible nous dit qu'il ne faut pas faire des serments qu'on peut juste dire « oui » ou « non ». Donc, lorsqu'on dit « oui », c'est « oui », lorsqu'on dit « non », c'est « non ». Tout ce qui est à part, ça, ça vient du diable. Donc, moi, je vous ai montré des moments où, lorsque les promesses sont en dépendance d'une personne, mais cette personne ne l'a pas accomplie. Je sais qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne ne peut pas accomplir une promesse. Il a changé d'avis, etc. Mais il y a des fois des situations lorsqu'une personne veut accomplir la promesse, il peut accomplir sa promesse, mais cela étant dit, il ne la fait pas. Donc, par exemple, vous, comme parents, les deux, vous travaillez, puis vous dites à votre enfant que lorsque tu vas finir l'école, je vais t'envoyer à l'université d'étudier. Et ton enfant, il le sait, donc lui, il étudie. Et vous, vous travaillez, donc tout est bien. Puis lui, il fait son examen. Il a réussi son examen. Puis, tout d'un coup, vous, vous perdez votre emploi. Donc, des fois, il y a des circonstances qui ne dépendent pas de vous. Donc, oui, lorsque vous avez promis, vous étiez en mesure de l'accomplir, vous aurez pu le faire. Mais lorsque le temps est venu, les circonstances ont changé. Et vous n'êtes plus en mesure de le faire. Vous ne l'avez pas fait, mais c'est une autre situation. Ce n'est pas comme si tout est de la même façon, puis vous avez simplement changé d'idée. Donc, nous, on habite ici. Donc, par exemple, on se donne rendez-vous demain à 5 heures. Donc, on a planifié ça. Tout est bon. Puis, toi, tu sors, puis là, la rue est barrée. Ça ne dépend pas de toi. Ou peut-être la température a changé soudainement. Puis, ce que tu avais planifié, tu ne peux pas l'accomplir. Même si tu le veux. Même si tu peux. Mais toi, tu n'es pas en mesure de le faire. De quoi est-ce que je parle? Je veux montrer. Donc, nous, en étant humains, nous ne sommes pas en mesure de garantir que demain, je vais être vivant. Je ne peux pas vous garantir. Je ne peux pas vous garantir qu'est-ce qui va se passer demain. Oui, on croit, mais je ne peux pas vous le garantir. Jacob en parle. Jacob en parle. Jacob, 4, verset 13, est-ce que c'est écrit? Jacob, 4, verset 13, est-ce que c'est écrit? Maintenant, vous l'avez dit. Vous avez dit, « Aujourd'hui ou demain, nous nous envoyons à un pays et nous nous vivons là un an. Nous allons se trompter et nous nous avoir un prix. был. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Пар. Явлаживаться на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то зелем, то и другое. Вы по своей надменности числавитесь всякое такое числавие это зло. Итак, люди, мы можем обещать, мы можем планировать, но послушайте. Наши плани, наши все, что мы планируем, есть Бог, которые вы живете. Jacques 4.13. «Mainten, faites attention, вы кто дает, сегодня или мы идем в этой стране. Мы останемся там за год. Мы сделаем коммерческие, мы получим денег. Но вы не знаете даже как вы живете demain. Oui, вы как вы видите, как вы видите, как вы видите, как вы видите, как несколько минут, и что мы не видим после. Вместо того, вы должны сказать, что если Это тесла, это надменность. То есть, это все время, пока я показала, что есть обмена, которые от Бога, есть обмена, которые от людей. И все, что люди приходят. Бог говорит, что человек в силе и выполняет то, что он обещает. Но есть моменты, когда человек в силе, но определенные обстоятельства, которые как раз показывают ограниченность человека. Иногда, когда человек может выполнить, то это позволяет, поэтому это показывает. Это показывает личность. И если человек, например, уникальный мужской, то есть покинет. И когда человек, например, уникальный дождь, то есть, что все хорошо, то есть, как раз. И у них больше, что ты думаешь, почему? Ты не можешь ничего сказать. Я хочу показать всем нам. Мы как люди, мы ограничены. Мы ограничены. Мы ограничены в наших обязанностях. В том, что мы говорили. В том, что мы делали. Мы даже не можем сказать, где мы будем после завтра. Мы не можем сказать, где мы будем после завтра. Но мы можем сказать? Конечно, мы можем сказать. Но мы предполагаем, мы верим. Но где мы будем? Но где мы будем? Что будет? Нет, никто не может сказать. Просто Бог. Все же Бог. И И!」 disse. Вы не знаете чем-то завтра. Я не буду путать. Я там буду жить. Я буду этим заниматься, у меня будет такая прибыль, но ты планируешь просто маленькое, просто сделка маленькое, тот завод закрылся. И все. Donc вы, вы планируете, где ты будешь идти, где ты будешь верить, что ты будешь делать, но какие-то маленькие вещи могут помыть ее. Поставщики решили поменять место на каждом заводе. Но слушайте, есть личность другая, это Бог, которому все возможно, который знает, который выше всего и выше всех. Который сотворил тебе, сотворил меня. Кто твое и кто мое крое. Бог. Он тоже обещает. Он тоже нам что-то обещает. Он тоже нам что-то обещает. Но разница между обещанием что дает человек и то что дает Бог. Но это то, что Бог, он силен, выполняет все свои обещания. Аминь. Потому что нет ничего такого, которое его удивит или возьмет врасплох. Ничего такого, которое может сказать, что он не может делать. Потому что он не может делать, что он не может делать. Он контролирует погоду. Он не вернет. Он не смертен. Он не смертен. Он все могуще, все силны. Он все могуще, все силны. Итак. Поэтому прежде всего нужно понимать откуда у нас обещание. Откуда обещание? Библия говорит нам лучше уповать на Господа не желать надеяться на человека. Библия говорит, что нельзя надеяться на человека. Библия говорит, что нельзя надеяться на человека. Но Библия говорит, что это будет лучше. Вы понимаете разница? Так, есть что-то лучше, но есть что-то лучше. И Библия говорит, что вы не верите на Господа. И Библия говорит, что Бог не верит на Слово. Не верит на Слово. Номер 23-19. Библия говорит, что Бог не человек, чтобы лгать, и не Сын человеческий, чтобы изменяться. То есть Бог это не человек, чтобы лгать. Если человек имеет способность и иногда наклонность лгать, то Бог этим не страдает. Он не человек, чтобы лгать. Так, в номер 23-19, это говорит о Слово. Когда он умер, он выполняет. Мне скажут, когда он выполняет. Поэтому мы должны научиться брать обещание к Богу. Мы должны научиться брать эти обещания, эти пророчества, чтобы Бог нам дать обещание. Если Иисус сказал Петру, они были в лодке, Петр, иди ко мне. Мы не знаю, что Бог у меня из лодки, а затем талантливый бедрит. Но Иисус был рядом, потому что он говорит, что происходит, иди. Если у Иисуса сказал Петру, что они были в лодке, иди ко мне. Петру в лодку, но Иисус был рядом, потому что они вернутся в лодке, иди ко мне. У него совсем не было лодки, иди ко мне. Когда Он приходит к Богу, porter жline с тобой, иди ко мне. Иисус Христос, когда буря поднялась, он имеет власть и на всех, которые у нас есть. Он смог остановить все. Он смог, как сказать, все утихамерить. Он сказал ученикам, переплавимся на тот берег. Потом, в своей плавании, он отдыхает. Он сказал, переплавимся. Так, в своей плавании, он спустит, потому что он сказал, что мы, мы будем тренировать. Но есть у него есть птица, который может быть, не учитывая. Может быть, они не предупредили, но он был там. Но Иисус был, он может все успокоить, когда он идет в обещании. Он может все успокоить, когда он идет в обещании. Библия говорит на Псалом 33, 6, 6. Библия говорит на Псалом 33, 6. 33, 6. Библия говорит на Псалом 33, 6. 34, 5. Кто обращал взгляд к нему, те просвещались, и лица их не посидятся. Аминь. Исайя 49, 23 написано. Я Господь, надеющийся на меня, не посидятся. Итак, лучше надеяться на Господа, нежели на князей, нежели на человека. Знаете, почему на князей? Князь – это позиция власть, позиция много, как сказать, рычагов, решений и так далее. То есть, есть простой человек, но Библия говорит, даже не только не посидится на Господа, нежели на человека, нежели на… То есть, не посидится на князей, то есть, нежели на тех людей, князев в наши дни, это были бы как бы президентов, так скажем. То есть, самые высокопоставленные лица, да, он будет обещать, но послушайте, он остается человеком, который имеет ограничение, чисто как человек. Он даже не может ответить, как он будет завтра чувствовать. Поэтому, ты можешь надеяться, но послушайте, твое упование, есть разница между надеждой и упованием. Упование твое должно быть Бог. Псом 34, 6, это говорит, что «Cею, которые смотрят для него, благословение, и их линия, не послушайте, не послушайте, но не послушайте себя в твое упованием». Аминь. Аминь. Итак, я показал обещания, которые человек может дать, и обещания, которые Бог может дать. Теперь мы возвращаемся к Аввакуму. Смотрите здесь, стих 3. Ибо видение относится еще к определенному времени, и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отмениться. Жди его. То есть, другими словами, когда мы говорим о тех обещаниях, которые Бог дал тебе, Бог дал мне, Бог дал нам, как церковь. То есть, мы можем словно, как в этой книге Аввакума, что ты говоришь, что я дать исполнение того, что Бог дал тебе. Лоскве мы возвращаемся к Аввакус 2.3, это говорит о том, что все вещи, которые я сделаю вам, будут, но только в момент fixе. Они будут скоро реализовать, что это не просто ненавидно. Подождите с уверенностью, даже если это долго. Да, если дурь, они будут, не отмениться. Как мы должны себя вести, когда мы в ожидании исполнения пророчеств? Как мы должны себя вести в ожидании исполнения божьего абщателя? Давайте. Послушайте, вынимайте. Когда есть обещание от Бога, есть прорывание от Бога, в отношении к тебе, к мне, к церкви, к жизни, к церкви, к жизни, важно, чтобы ты стоял на страже. Значит, есть определенный поведение который ты и я, мы должны иметь. Так, есть определенный поведение у меня и ты, мы должны иметь. Стража. Посты гады. На французском лекция сразу, а мой пост, посты гады, сразу понятно, то есть я на посту. На французском лекция на французском лекция это «пост», так что мы понимаем, что мы на постах. Здесь, ну, это старое слово, которое означает «группа вооруженных людей, несущих охрану кого-либо, чего-либо». То есть это группа, которая несет охрану, которая охраняет и выполняет определенные функции по охране. Поэтому мы говорим, там человек на службе и так далее. То есть там работает, или там охраняет, и так далее, и так далее. Итак, здесь обещание. И Абакус говорит, на страже мою я стоял. На страже мою я стоял. Пока ты ждешь выполнения обещания, пока я жду выполнения обещания. В итоге ты ждешь выполнения обещания. В итоге я ждешь выполнения обещания, ты и я, нам нужно быть на страже. Это значит не быть праздником. То есть праздником, это просто как бы ничего не делать, просто не валяться. Это значит, что мы не должны просто ничего делать, мы должны быть на страже. Резая на страже, это быть на страже. Это значит, ты что-то делаешь. Это значит, что тебя делать. Ты не можешь орать Богу, ждать просто так теперь. Бог орать мне, но ничего страшного Бога, чтобы выполнить. Ты не можешь, когда ты получаешь промежуков, сказать, что я не буду делать, потому что Бог просил, что он будет делать. Нет. Ты на страде, ты на посту. Твоя жизнь должна быть перед ним. Что такое быть на посту? Это быть перед ним. Это быть перед ним. И когда я говорю перед ним, речь не о том, что физически перед ним, это состояние твоего сердца, состояние твоей души, что ты понимаешь, Боже, ты мне нужен, я продолжаю быть на страже, я знаю, что ты обещал это исполниться, но я продолжаю делать то, что от меня сегодня зависит, что я могу делать, я делаю это. Лучше ты на посту, ты будешь ходить перед ним, не физически, но ты должен быть перед ним, я надеюсь, что я надеюсь, что я буду делать, но я буду делать то, что я могу делать, что ты должен делать, потому что ты должен делать. Потому что, как написано, жди его, непременно сбудиться. Пусть это написано, что это будет реализация, но не пассивно, ждать. Жди, но не пассивно, ждать. Жди, но будь активным. Жди, но будь активным. Жди, но принимай то, что ты можешь делать. Жди, но ты хочешь делать. Амин. 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 И так. Почему? Потому что видение или же обещание или же пророчество относится к определенному времени. Пусть bites или молитву, они связаны с временем. То есть, есть срок, есть время для исполнения. И мы должны с тобой быть верными. Как в одной из притчей написано, это в Матвей 24 главу. Когда такие слова, там написано, что какой верный и благоразумный раб, который Господин его придет, найдет поступающим так, как ему было поручено делать. То есть, какой раб, какой служитель, когда ему поручили что-то делать, и Господин отлучился и сказал ему, что делать. И написано, что он благоразумный, он будет благоразумным и верным. Если, когда Господин вернется, он найдет его, что, то есть, ему все равно, Господин пошел, пришел, пошел. Ему не нужно, чтобы Господин был здесь, чтобы делать то, что нужно делать. Ему не нужно присутствие Господина, чтобы сделать то, что нужно делать то, что благоразумный человек, он верный, потому что он говорит так, даже когда Господин не там. И когда Господин вдруг вернется, он найдет его поступающим, так как ему было поручено. Потому чтоование мостаитием сразу после того, когда Господин не приз discharged, что он должен пом hospitals. То есть, когда Господин будет проходить за то, что он должен license,ftaolog,�지е он. Нет, видимо Full fo the chartил de Нику Куртау. И мы читаем с 25 стиха. Я возьму пример, я покажу, когда Бог дает обещание. Есть два момента, которые я хочу подчеркнуть для вас, и мы поняли это правильно. Бог дает тебе слово, Бог дает тебе обещание через свое слово. Есть два момента, когда Бог дает тебе обещание, когда Бог дает тебе обещание. Это как пример, который мы сейчас посмотрим. Написано здесь о Симеоне. 25 стих. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеоне. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утечения Израилева. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, ему было дано обещание, чтобы он не увидит смерть, пока не увидит Христа Господня. В Иерусалиме, он был в Иерусалим. Он был в Иерусалим. И он ждет, который должен быть в силу, и он ждет. И Симеон, который должен быть в Иерусалиме. И Симеон, который ему сказал, «Ты не муришь не до того, чтобы увидеть Христа Господня». то, он увидел Мессию. То, он укрепляет, что он увидел Мессию, то, ты ты, ты, ты собираешься, но ты увидел Мессию. И в ждете этого мессии, И в том, что это написано, И пришел он по вдакновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, что бы совершил над ним законы абрад, он взял его на руки, благоставил Бог и сказал, Иисус, что бы совершил над ним, благоставил Бог, благоставил Бог, благоставил Бог. В verset 27, это написано, «Alors Симеон, пуссé par l'Esprit-Saint, va dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus amènent leurs enfants pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Симеон prend l'enfant dans ses bras et il remercie Dieu en disant, «Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix, comme tu l'as dit. » « Ибо, видите ли, глаза мои спасения твоего. » « Oui, mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes. » « Amen. » « Ему было обещано, что ты не умрешь пока ты не увидишь. » « Il a eu la promesse que tu ne vas pas mourir avant que tu vois. » « Я допускал, что скорее всего, он уже устал уже, Господи. « Ну все, хорошо. » « Это будет. Ну давай отпусти меня уже. » « Ну как сказать. » « Ну все, я... » « Да, все, я хочу уйти. » « Успокойся. Ну, дай мне покой. » « Бог, не, 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 не. » « Я тебе обещал, ты это увидишь. » « Donc ici, c'est écrit que maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur. » « Donc moi, je comprends que lui, il était déjà âgé, puis il a déjà accompli tout ce qu'il fallait accomplir, mais il voulait partir, mais Dieu a dit, « Non, tu vas avoir ta promesse avant que tu pars. » « Donc maintenant, il dit, « Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser. » « Ça veut dire que mes yeux ont déjà vu ta promesse, maintenant je peux partir. » « Amen. » « Et donc, il y avait une prophétie. » « Il avait une parole. » « Il a reçu la parole. » « Je ne sais pas comment il a reçu la parole. » « Il a написано только, что « Он стал старым. » « Mais c'est juste écrit que lui, il était vieux. » « Mais la parole ne s'est pas encore accomplie. » « Et on, parce que tu parles, comme il s'appelle Abakoum, « Je disais-vous. » « Il n'est pas le premier, il n'est pas le premier. » « Donc lui, il se comportait comme c'est écrit dans Abakoum, « Attends-la, car elle s'accomplira, et s'accomplira certainement. » « Et on attendait vraiment dans le lieu où Dieu lui a dit, et c'était le temple. » « Et lorsqu'il a vu l'enfant, donc lorsqu'il a vu Jésus, il l'a pris dans ses bras. » « Et on se rapproche, c'est lui. » « Écoutez, lorsque Dieu te promet quelque chose... » « Lorsque tu viens à cette chose, tu vas comprendre que c'est ça. » « Ce n'est pas le seul enfant qu'on avait amené au temple. » « Donc tous les Jeux amenaient un enfant pour... » « Donc nous, on croit que j'ai eu des espaces différentes, mais Jésus était un enfant, c'était un bébé régulier qui pleurait. Il n'y avait pas d'anges qui étaient alentours dans le monde physique. Lui aussi, sa mère l'allaitait, c'était un enfant régulier. » « Et les parents l'ont emmené au temple, puisqu'il voulait avoir la bénédiction pour l'enfant. Et lorsque Simeon l'a pris dans les bras, il l'a pris. Il a compris. C'est lui. C'est lui. C'est lui. « Lorsque Dieu te promet quelque chose, si tu étais fidèle au poste où est-ce qu'il t'a mis, tu vas comprendre. C'est la réponse. Les autres peuvent ne pas comprendre que c'est la réponse. Ils peuvent ne pas comprendre que c'est la réponse. Mais à toi à qui on a promis, tu vas comprendre que ça, c'est ma réponse. Amen. Amen. La dernière situation, c'est lorsque Dieu te promet quelque chose à un endroit spécifique. Mais l'accomplissement de cela va être quelque part d'autre. On peut lire les actes des apôtres. «Déяния апостolов». Давайте посмотрим. «Pервую главу». «Déяния, первую главу». «Ach des apôtres, premier chapitre». «Déяние 1.4 стих. «I собрал их, он повел им, не отлучайтесь из Иерусалима, Но ждите обещанного отца, о чем вы слышали от меня. Вы примите силу этого муси, когда вы получите ваш Дух Святой. И в этом, в 8-м, вы получите силу, что вы получите силу, и в 10-м, и в 10-м, и в 10-м. Но, когда Иисус исчезает, Иисус продолжает смотреть в небо. Все, что вы стоите и смотрите на небо, этот Иисус возникает от вас на небо, придет таким же образом, как вы хотели его воскресать на небо. Иисус возникает от вас на небо. Посмотрите, послушайте. Послушайте, послушайте, послушайте. Тогда они возвращались в Иерусалим, и они называют Леон, которые находятся в Иерусалим, которые находятся в Иерусалиме, и они вернутся в небо. Но есть момент, когда Бог может тебе, Духом Святим, дать понять, что ты получил слово здесь, но исполнение этого слова будет в другом месте. Но, иногда, Господи говорит, что ты получил твоя поместье здесь, но и у вас будет в другом месте. Нет, что ты получил слово здесь, потому что у нас есть 900 метров, это меньше километра. Это было то, что мы получили, что мы получили, что это не допустим, что мы получили, что мы получили. Это не очень далеко, около 1 километра. Это не очень хорошо, что мы считаем, для ювов, правильный, чтобы ходить на свадьбе. Очень часто, ювов, очень религиозно живут на свадьбе на свадьбе. Это не так, что вы можете работать в бутылочном. Так что вы можете работать ночью на свадьбе. Поэтому я буду пройти. Так что, хорошо. Смотрите, у нас есть религиозно, здесь есть религиозно. У нас есть религиозно. И написано, что они спустились и пошли в Горниц, в Йерусалим. И они спустились, и что они начинают говорить? Они начинают жить в Киеве, и они спустились в Киеве. Они начинают жить в Киеве. Они спустились в Малитве, в Маленье, с некоторыми людьми. И еще, когда Юда вышла, они не были. Они спустились в Киеве, и они спустились в Киеве. И они спустились в Киеве. Они спустились в Киеве, и они спустились в Киеве, и они спустились в Киеве. Они спустились в Киеве, и они живут. И теперь, вторая глава, первый стих. При наступлении дня Пятидесятницы прошло довольно много времени. 49 дней, и что они делали? Они служили, они делали то, что нужно было делать. Они-то не ждали все, но где этот обещание? Где обещание, где? Нет, они делали то, что нужно делать. Поэтому, когда они услышали. Они успел flexить в Киеве. Поэтому, когда они садились на Киеве, они смогли найти их в Киеве. Они регулируют свои ситуации, они делали все, что они должны. В Киеве, они делали то, что они собираются на owner. Они не были виноваты, потому что они не знали, что они не знали, как это будет. Но это потому что это был их образ, жизнь общения. Поэтому, братья и сестры, мы говорим о том, что Бог тебе обещал, мы говорим о том, что Бог тебе обещал, мы говорим о том, что Бог тебе обещал, мы обещали, мы благословили, мы поднимем миллиардеры, миллионеры, мы не должны быть разными, чтобы они служили на пасту. Служи. Если Бог тебе обещал, он тебе обещал, где. Если Бог тебе обещал, это там, где он тебе сказал, это слово. Аминь. Итак, слово Божие не применено сбудется, потому что Бог не есть человек, чтобы ему легать. И не сын человек, чтобы сказать и потом передумать. Аминь. 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 Потому что Ли, Он умречет. Дише было больше, что это, он потихнет. Для Бога нет ничего, не покупая. Для Бога нет ничего, не возможна. Бог все может. Бог все может. Бог все может. Бог все может. Amen. Бог все может. Иисус Навин 23.14. Последние слова Иисуса Навина. 23.14. Написано. Вот. Я не отхожу в путь всей земли. Я сейчас к Богу ухожу, то есть умираю. Я все, закончил свое поприще, ухожу. Иисус Навин говорит. А вы знаете, всем сердцем вашим и всей душой вашей, что не осталось четним ни одно слово из всех добрых слов которые говорили о вас, Господь Бог ваш. Все сбилось для вас. Ни одно слово не осталось не исполнившимся. Josué 23.14. Pour ma part, я буду встать эту землю. Но вы должны быть полностью согласны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok